Ребята, привет! Меня зовут Никита Кислов, я руководитель школы плавания SwimRocket. Сегодня у нас одна из интереснейших тем, топ-5 бюджетных гидрокостюмов для плавания на открытой воде и триатлона. Погнали! Большинство из вас хочет когда-нибудь выступить на открытой воде или в триатлоне. Я записал специальный авторский курс «Азбука открытой воды», где я рассказываю про технику плавания на открытой воде, драфтинг, выбор гидрокостюма, питание во время заплыва и многие интересные вопросы, которых нет в открытом доступе. Зарегистрироваться можно по ссылке в описании. До 31 декабря действует скидка 70%. Это отличный подарок себе и другу на Новый год. Хороших занятий и до встречи на соревнованиях! Многие начинающие пловцы и триатлеты перед тем, как выступить первый раз на соревнованиях, сталкиваются с таким вопросом, какой же все-таки гидрик подойдет? Дорогой или дешевый? Если дешевый, то какой? Если дорогой, то какой? В общем, они путаются. Мы, кстати, сделали тест дешевого и дорогого гидрокостюма. Он есть по ссылке. Ну а сейчас мы переходим к рейтингу топ-5 бюджетных гидрокостюмов для плавания на открытой воде и триатлона. Ребята, я покажу обзор на примере мужских гидрокостюмов, но, как правило, есть такие же женские модели, и они с такими же большими скидками. На пятом месте у нас гидрокостюм Хаб, максимально простой, по стоимости 3924 рубля. Он находится на сайте Vigal. Судя по отзывам, твердая четверка, соответственно, за 4000 рублей плюс доставка 1000 рублей – это нормальный вариант. Четвертое место. Этот гидрокостюм можно увидеть на многих стартах в России. DHB, он очень популярный. Если вы видите, у него 500 отзывов. Я лично знаю ребят, которые в него плавали. В общем, гидрик за 7673 рубля отрабатывает на все 100%. Скромный по дизайну, но говорят, что он очень прикольный, он очень плотный. То есть он подходит как и мужчинам, и женщинам. Также есть такая же женская модель. Третье место. Гидрокостюм на бадже или на бадже. Он находится в декатлоне. То есть если предыдущие два вам необходимо заказывать, ждать время и доставку, то этот гидрокостюм можно заказать в декатлоне. Стоимость его 8 499 рублей. Он ничем не отличается по дизайну. Просто простой обычный гидрокостюм. Если вы не хотите заморачиваться, если вы не хотите куда-то ехать, искать, спокойно заказывайте в декатлоне. Он простой, примитивный гидрик. Второе место. Я сюда поставил гидрокостюмы марки XTERRA. XTERRA – это один из крупнейших организаторов соревнований по триатлону и плаванию в мире. Я сюда добавил гидрокостюм, потому что на него бешеная скидка. Посмотрите, он стоил 700 долларов, а сейчас он всего лишь стоит 179 долларов. Довольно качественный гидрокостюм с хорошими швами, вставками. И, в принципе, визуально он круто смотрится. На первое место я поставил гидрокостюм URAGAN TIR. Самая бюджетная модель из всей линейки TIR. Но так как TIR очень популярен, я считаю, что он должен быть на первом месте. Также хочу сказать, что TIR есть в наличии. Всегда можно позвонить, они находятся в Москве, и у них всегда эта топовая бюджетная модель, она есть в наличии. Также от себя я хочу подарить вам скидку по промо-коду SWIMROCKET. Скидка 12% на гидрокостюмы. Она также действует на весь ассортимент магазина TIR. Также, вне зависимости от рейтинга, я хочу порекомендовать плавательный магазин моего друга EPIC SPORT. Ссылочку я тоже оставлю в описании. И там, кстати, есть на сегодняшний день гидрокостюм «Аквасфера» по стоимости 12 990 рублей. Там часто бывают большие скидки, поэтому лучше отслеживать самостоятельно на сайте. Друзья, все гидрокостюмы относятся к одному эконом-сегменту, поэтому я не могу какие-то выделить. Я просто собрал, на мой взгляд, доступные гидрокостюмы, которые помогут вам сделать удачно первый старт на открытой воде или стриотлоне. Несмотря на разную стоимость, они все отвечают базовым потребностям. На этом наш выпуск окончен. Я надеюсь, вам понравился мой обзор. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, их задавайте в комментариях. С вами был Никита Кислов. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!